Здарова танкисты, с вами Укус. Сегодня я с вами хотел бы поговорить о не самых популярных топах в War Thunder, это итальянские топы Ариеты. А конкретно, о самой первой, которая находится на 10-0. В целом сама Италия на топах вообще не популярна. Ты скорее встретишь Челленджера или какой-нибудь Леклерка, чем какую-то Ариету. На них попросту никто не играет и есть того причина. Я наверное не побоюсь этого слова, самый ваншотный топовый танк в игре. Начнем с того, что этот танк пробивается ломом ДМ-33 в силуэт. Как в башню, так в ЛД, в НЛД, куда угодно. Тут нет автомата заряжания, а значит любое пробитие делает нам очень больно. Весь прикол в том, что тут боевикладка в первую очередь составляет 15 снарядов, так же как и на Леопарде. Только вот расположена она не в башне, а в корпусе, вертикально. Ровно по центру танка. Примерно как на Леопарде 2К. Но в отличии от Ариеты, у Леопарда 2К есть топливный бак, который может сожрать осколки, и тем самым ваша БК не ваншотнится. У Ариеты же огромная пустота. Мехот сидит справа, а слева огромная боеукладка. Нет, вы ее конечно можете выгрузить. Взяв 16 снарядов, только это вам не поможет, потому что вертикальная БК, которая идет в первой очереди, находится ровно по центру танка. И любое попадание, будь то оно в центр корпуса или в борт, его заденет, а значит оно взорвется. В общем и целом, хрустальный топ, на котором никто не играет. Перезарядка тут стандартная, как на натовских танках со 120-кой, 6,4 на экспертах и 6 секунд на асах. В стоке тут идет кумулятив, на целых 480 мм, но благо есть лом ДМ-23, находится он на первой ветке, его можно открыть и спокойно на нем катать. Ну а в топе нас уже ждет ДМ-33, с пробитием в 481 мм. Также тут есть ПНВ и лазерный дальномер, чтобы вам было удобно стрелять. Термодымовой завесы тут нет, но есть дымовые гранаты, в количестве 8 штук. Ходовые характеристики тут примерно такие же, как у Абрамса и Леопарда. Максимальная скорость вперед тут 65 км, а назад мы можем разогнаться аж до 46 км. С одной стороны мы имеем очень хорошие характеристики, такие же как у Абрамса, но с другой стороны мы имеем танк с очень низкой выживаемостью. Если вы какой-то новичок и только познаете топ и начали качать Италию, то выхватите вы очень сильно. Судя по этим характеристикам, можно сказать, что Арета взяла подвижность от Абрамса, а вооружение от Леопарда. Если играть на ней очень аккуратно, не подставляться, ни под вертолеты, ни под танки, то выдавать она может довольно неплохой геймплей, но любое попадание по вам скорее всего будет ваншот. Если вы не особо опытный игрок на топ тире, советую вам не лезть в ближний бой, поизучать карты, покататься, прокачать Ариету, потом уже когда адаптируетесь, можете и зарубиться. Для этого у Ареты все есть. Оставляю вам бой, где я пытался играть и агрессивно, и пассивно, и что-то даже не стрелял. Если видео вам понравится, не забывайте прожимать лайк и писать комментарий, а также использовать мой реферальную ссылку для покупки чего-либо в War Thunder. Пишите свои комментарии, что думаете вообще по поводу итальянских топов, почему они не пользуются такой популярностью, как Абрамсы, Советы, немцы и даже китайцы. Ариета это реально мамонт, который почти вымер. Как я уже говорил ранее, проще встретить челленджер, чем найти Ариету в бою. Попадается она мне лично не чаще, чем раз в 10 боев, при том, что играю на топ тире я почти постоянно. Досматриваю видео до конца, наваливаю побольше лайков, комментариев, ну а я с тобой прощаюсь до следующего видео или стримов. Приятного просмотра. Это пиздец. Это бой сплошный кринж. Советы катаются эти, блядь, туда-сюда, просто, просто катаются где-то и убивают всех наших танкистов. Охренеть. Как такое, блядь, возможно? Никто не наказывает их. Они просто катаются и стреляют. Да какие китайцы, посмотри, сколько народу. Можно сказать, очень много, очень много народу. Не могут убить каких-то туромсов, которые просто катаются, тоже так же и все. Его еще в ахере, блядь, я не знаю. Иногда тут один бой, охуительный другого. Капец. Просто капец. Сначала вся куча уехала сюда. Вся куча уехала сюда. То есть полностью бросили вот этот квадрат вообще. Забыли вообще про него, что тут можно проехать. У нас он тип какой-то сделал. 9 киллов. А это нормально, что тип две бомбы на меня положил? Нет? Это нормально? Одну он вот сюда кинул. Одну прям мне на голову. Так и должно быть, да? Просто на рейте не играл уже пару лет, наверное. Че-то как-то очень странно все. 6 киллов. Зато экшона сколько. Ух. Летчик пытался забобрить. Не смог. Танкисты пытались убить. Не смогли. Пинг? Че, блин? 152. Это его сервер. Вчера че-то прям лагал его. У меня прям пакет лоссы были. Очень большие. По 20, по 30 процентов. Сервера пьяненькие. Просто не справляются. А где все? Раз, два, три. Четыре, пять, шесть. Теперь. Пять. Он либо с краю. Либо тут. Нет, он внутри. С правой стороны. Либо вот тут, либо здесь где-то. Где он? Вот он. Нашел его. О, да. Ну, чувак, на нормальном танке десятку наколотил. Я семь. Кое-как. И то у меня пытались убить себя Тимой. Два, семь, девять. Один задрот. Катки это хорошо. А два. Это лучше. А если было бы три, то это была победа стопроцентная. Мне кажется, тот чел, который первый был, он тоже в ахере, как произошла его первая смерть. Типа такой, вроде все нормально. Оп, и Турмсы всех убили. Такой, что? Такое вообще возможно? Как Турмсы могут всех убить? Что, блядь? Нет. Вот потом бой пошел, как должен был быть. Оп, оп. Вот видишь, у нас раз, два, три. Двадцать пять киллов на троих. Хай, кстати. Можно, пожалуйста, мне вот каждый бой накидывать таких ребят, которые будут хотя бы киллов семь делать? Один вот, семь на ноль. Другой, семь на один. Третий, семь на... А, одиннадцать на два. Чего бы и нет. Красотища. О. А гатарет не танкует. Ага, ага. Не танкует. В борт поймал ракету. Не, не танкует. Наебчик стример. Фу. 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 Давай спрячусь. Здесь вот. Жестко. Так он бомбы прям вообще на голову у меня положил. Она прям у меня на крыше лежала. Взорвалась. И ничего не сделал. Вот. Ну, это жестко. Да, ари, это, блин. На ней вообще супер-соевого надо играть. Любое попадание под тебе и... И все из-за этого боекомплекта странного. Если бы его можно было бы убрать, как ля... Ну, леопарди. По сути, это же тоже с левым. Плюс-минус, да. Башня, ладно, дырявая. Корпус дырявый. Но если бы можно было быка убрать, и оно бы лежало в башне, то было бы вообще отлично. Ну, ни хера там невозможно его убрать. 20 рядов берешь, это ладно, там первой пачки нет. Но потом они вертикально стоят. В любом случае, если ты получишь в каток, в борт, это ваншот сразу.